Что делать, если никак не получается совладать с дроном? Например, не получается держать одну высоту при полете по прямой, или же для тестных помещений тот же самый ваш теневу покажется слишком резким. И решение есть. Это настройка кривой газа в Betaflight. Сегодня я покажу, как все за пару минут можно настроить кривую газа в Betaflight и так, чтобы управление стало плавнее, а полеты комфортнее. Расскажу и про ограничение мощности, и про настройку экспоненты, а главное, как подобрать эти параметры под свой конкретный стиль полета. Интересно? Тогда смотри видео до конца, не забудь подписаться на канал, поставить лайк и оставить какой-нибудь комментарий. Ну а теперь поехали! Всем привет! Для наглядности я это все дело сегодня буду показывать на примере вот этого 75-го теневупа, но эти же принципы прекрасно подходят и для любых других дронов, начиная от теневупов и заканчивая 5-дюймовыми буночными бронками телесинематик-семерками. Поэтому, если у тебя не теневуп, все равно стоит попробовать эти настройки. По крайней мере, ознакомиться с ними будет полезно. По умолчанию газ на дроне идет по линейной шкале. Перемещение стика снизу вверх линейно увеличивает тягу до 0 до 100%. Но не во всех случаях это удобно. Например, если дрон слишком резко реагирует на газ, например, выстреливает прямо в потолок, только чуть-чуть тронете листик газа, или же, например, сложно лететь, удерживая постоянную высоту где-нибудь по прямой, или делая какой-нибудь синематик облет помещения. Ну а иногда просто хочется, чтобы управление было мягче и немножко предсказуемее. Настройка кривой газа позволяет это исправить. Сделать управление дроном более комфортным и более предсказуемым для вашего конкретного стиля полета. Все это настраивается во вкладке пертюнинг в разделе Throttle Limit. И для управления мощностью у нас есть три режима. Off – это стандартная линейная кривая без каких-либо изменений. Scale – пропорционально уменьшает максимальную тягу, например, до 80%. И Clip – это обрезает газ выше заданного значения, но разрешение стика остается прежним. На практике режим Clip редко используется, потому что он не дает никаких преимуществ, он не делает управление плавнее, он просто ограничивает тягу сверху, сохраняя само разрешение вашего стика. Поэтому чаще всего для реальных полетов применяют именно Scale. Ну и переходим уже к конкретным проблемам. Например, если дрон кажется слишком резким, сначала давайте уменьшим его максимальную тягу через Throttle Scale. Как настроить? Открываем Pit Tuning, переходим, находим Throttle Limit и выбираем здесь режим Scale. Ставим значение лимита, я рекомендую для начала поставить, например, 80% и сохраняем настройки. 80%, которое мы поставили, это достаточно безопасная отправная точка, которая позволяет начать наши эксперименты. То есть мы начинаем с 80%, делаем пробный полет, смотрим, как ведет себя дрон. Если дрон все еще резкий, то мы начинаем потихоньку понижать это значение. Если нам уже чувствуется, что не хватает тяги, можно чуть-чуть это значение повысить. Если хочется добиться еще большей точности, например, для плавных полетов на одной высоте, например, где-нибудь в помещениях, делая какой-нибудь сниматик облет помещением, то можно и нужно дополнительно настроить Throttle Expo. Давайте разберемся, что это такое. Для начала нам потребуется определить, на каком уровне газа дрон у нас летит ровно, плавно, без резких подъемов по высоте или просадок. Проще всего это увидеть на УСД, если вывести до значения Throttle Position. Во время стабильного полета обрати внимание, какое значение газа держится. Например, если при полете по прямой у нас Throttle Position стабильно около 47%, значит в параметру Throttle Mid нужно будет поставить 0,47. Throttle Mid имеет значение от 0 до 1, где 0 это соответственно 0, а 1 это 100% вашего газа. И небольшой совет. Не стоит ориентироваться на уровень газа именно на свежей батарейке. Я бы рекомендовал проверить средний уровень газа при полете по прямой как на новой батарейке, так и уже ближе к концу полета, когда батарейка уже практически просажена, потому что иногда эти значения могут отличаться и отличаться достаточно сильно. В таком случае нам потребуется устанавливать какое-нибудь промежуточное значение, что-то среднее между этими двумя цифрами. Сама по себе установка значения Throttle Mid нам ничего не меняет. Как кривая газа была прямой, так она и остается. Но как только мы начнем добавлять Throttle Expo, ситуация начнет меняться. Мы увеличиваем разрешение управления именно вокруг этого уровня газа, при этом разрешение выше и ниже точки Mid немножко уменьшается. Это нормально, потому что точная работа газом в этих областях обычно не требуется. Например, ниже газа весения или газа полета по прямой нам особо большая точность не требуется. Дрон в этом случае в любом случае снижается. Ну а выше газа весения мы уже летим на полной скорости. Тоже особо сильно точность нам не требуется. Ну и того, как это все дело правильно настраивается. Ставим значение Throttle Mid на значение газа весения или ровного полета. Иногда эти значения опять-таки могут отличаться. У меня в данном случае получается, как видите, 47%. Значит, ставлю здесь 0,47%. Устанавливаем Throttle Expo. Throttle Expo это абсолютно ваша вкусовщина. То есть, как вам удобнее, как вам нужно. Но я бы рекомендовал начать, например, с 0,4% и уже на практике тестировать, проверять, насколько вам это удобно. Обычно хорошо показывает все значения от 0,4% до 0,7%. Выше 0,7% я бы не рекомендовал ставить без особой необходимости, потому что в этом случае управление может показаться вам слишком валким, слишком логучим. А ниже 0,4% вы можете практически не ощутить эту разницу для того, чтобы понять, что же именно меняется. Устанавливаем эти значения, сохраняем наши настройки и проверяем в реальном полете. Обе эти настройки, как Throttle Scale, так и Throttle Expo, можно использовать как вместе, так и по отдельности. Например, если вам просто необходимо поджать ваш слишком резвый дрон для тесных помещений, как, например, 75-й в узком помещении, на нем летать достаточно некомфортно по умолчанию, то можно использовать просто Throttle Limit, то есть подожмем газ, например, до 80%, и летать уже станет комфортнее. Если нам хочется более плавно лететь по прямой, удерживая постоянную высоту, без постоянных микрокоррекций, то можно добавить Throttle Expo. Ну и, в принципе, никто, как видите, нам не мешает сделать обе эти настройки одновременно. И поджать газ, и настроить Throttle Expo. Единственное, что обязательно помните, что если вы хотите делать обе настройки вместе, то замер уровня газа, на котором вам комфортно лететь, необходимо уже после того, как вы установили ограничение газа. После того, как вы установили Throttle Limit. Самый универсальный вариант, например, вот опять-таки для таких вот вупов, для полета в помещениях, это как раз-таки использование обеих этих настроек. Мы выбираем необходимый уровень нам газа комфортный для нашего полета, и, соответственно, подстраиваем Throttle Expo для того, чтобы нам было комфортнее и удобнее управлять дроном. И такой еще маленький совет. В некоторых случаях, как в данном, например, варианте, производитель уже какие-то свои настройки сделал. Это Meteor 75 Pro, и, как видите, здесь в первом профиле производители уже что-то, BetaFPU уже что-то здесь сделали. Для того, чтобы не ломать то, что уже нам дали изначально, то, что они изначально поднастроили, всегда можно выбрать другой профиль. Например, я выбираю вот второй. Здесь я его использовал как чистый, обозвал его ванилом. Для того, чтобы понимать, как летит дрон без их настроек рейтов и без их настроек кривой газа. Ну и, соответственно, вот, например, третий профиль я взял. Я его использовал для того, чтобы уже производить какие-то свои эксперименты. И вот в итоге я остановился, что Throttle Scale я делаю до 80%. Кривую я делаю экспоненту в 0.5. При этом, если мне в какой-то момент захочется перейти на настройки, опять-таки, производителя, я и могу это сделать даже через OSD меню. Ну или, опять-таки, зайти в Betaflight, выбрать, соответственно, первый профиль, который они мне давали, и уже летать на нем. Ну и на этом получается у нас все. Видео, как я и обещал, получилось достаточно коротким. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Всем счастливо и всем до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok